Сегодня мы проводим встречу, которая является традиционной, каждый месяц, в потребности даже если это росло, проходим территорию, в том числе и с людьми, и обсудить те же большие проблемы, которые есть, помочь разобраться в каких-то ситуациях, ну, как-то разновидеться, пойти совместно через месяц. Сегодня на нашей встрече предполагает рассмотреть два вопроса. Первый вопрос – это программа «Инновация». Это программа, которая отталовала в городе Москве. Все вы, наверное, слышите и видите, что это вопрос, который затронет интересы многих. Возникает много различных суждений, предположений. Я хотел бы сейчас вам объяснить, рассказать, то, что, как видим, это мы, как планируется движение на территории поселения и, соответственно, на территории нашего строительства Московского сентября. И следующий вопрос, который у нас был заранее запомнирован, это встреча с представителями социально-защитных садов. Это у нас, кстати, в основном, управление социально-защитных садов и семьи, это было и главное. Заместитель начальника отдела социально-защитных садов, Наталья Александровна, заместитель начальника Симонина Владимировна, также присутствует Центр самого отслуживания Закавравлана Елена Дмитриевна и директора Центра ГБУ в Буралушках в основном университетном. Пока я вам рассказываю о программе «Ринновации», я думаю, что там, наверное, может еще присоединяться, нашим этим, потому что у нас район побольшой, проблема, как рассчитали время и походы. Информация о своде системе «Ринновации» была размещена первым словом на сайтах. Я думаю, что жители все видели, что на всех инструкционных гостях, на всех окнездах вся эта информация проводилась про кризис. Причем, как бы мы видели, что, в принципе, интерес у жителей есть. На форме, когда обсуждалось, я думаю, что это продолжалось. То, что касается «Ринновации», значит, программа «Ринновации», она при Москве началась уже не очень давно, и сейчас рассматривается вопрос по предмету каких-то действенных мер по первым этапам инструкциализации, и тогда строились и этажки или в 1957 по 1975 годам. Конечно, кажется, что обсуждать этот вопрос на территории Нового Микоролена и более такой замечательный шторм, что это не совсем актуально, но я думаю, что, во-первых, многие наши жители приехали в Мятиска и Миннескичин, и приехали как раз из Старой Красной, через данную часть, для многих из них. Либо осталось их под собственными, либо только родные, близкие, в которых это может быть наоборот. Кроме того, для нашего поселения программа действительно актуальна, потому что мы видим сейчас в новом микрорайоне, в том числе, то, что началось солнцево, и в том числе, где мы видим, что мы видим, начался от эксплуатации домов самолет, в муку, в 2016, жилой комплекс Расказово, ну а исторически наши поселения и поселения сельских, на территории в направлении сельских поселённых пунктов, и если кто ещё не перенаправился с сельскою наших поселения, то практически большая половина сельских поселённых пунктов у нас расположены на квартирные дома, которые проживают наши люди. Вот эти дома, которые расположены у нас в территории, они, конечно, не попадают на свой стандарт, который сейчас предъявлен городом, но эти дома, соответственно, из которых уже действительно жили свой технический ресурс, я могу сказать, что самый исторический дом у нас в 1868 году, где-то жилая, в большей муше себя, это называется, а самый молодой, но дома отличается 79-й. И на самом деле, в протяжении многих лет, жители, особенно на улице, бездорожной, старости, они ждут, когда они будут в Семене, потому что будет контракт, который заключал Ленинский район, на строительство новых районов, по которому была включена доля Ленинского района, и в том числе, это доля предусматривающее отделение квартиры для наших населения. Мы могли обеспечить ее как очередной пол, так и предусмотреть возможность сноса ветхого оборота. На сегодняшний день те инвестиционные квартиры, которые есть, которые в Киеве, в вашем крае, в Киеве, я думаю, что вы знаете, что квартира стоит отречаторная. Это квартира, которая, в основном, все числится на область и походе в грабской уровне. Можно писать как-то метр или что? Я не могу сказать, но врачебность. Взаимный взгляд. Ну, она не совсем тайна, но просто как бы они есть. Вес контракта выполняется, но квартира еще не распределенная. Поэтому программа инноваций, которая стопнула в городе, она интересна и нам тоже, как поселениям. Что предусматривает программа инноваций? Значит, первое всего это лекарствия веков законодательства. В соответствии с федеральным законодательством, если как-то зайти со стороны законодательства, снос наружного называет снос аварийного дома. Но территорию определить, во-первых, дом аварийного, это соответственно положение и соответственно подвергать жизнь людей, которые могут проживать неопределенный период говорим. Поэтому будем предусматривать сейчас разработку федерального закона по верхнему форту. Это вот как раз те слова, которые находятся в программе инноваций. реализация программ формируется представление равнозначной квартиры в отношении живых мужчин. То есть получается, что квартира по количеству полных, но учитывается желая площадь. Такая же желая площадь, не меньше, должна быть предоставлена соответственно новым возрастом. Соответственно, те дома, которые первые санки строятся развития, если вы как бы знаете, в деревне, то там маленькая пусная санки. Соответственно, стандартно понимается на сегодняшний день. Те дома, которые строятся, они, конечно, более более устроены, более отличают те требования для изучения благоприятных для детских проживания. Это, соответственно, большие тюрьмы, полы, балконы, ванны, зубы планы. В любом случае, те жители, которые работают программной инновацией, они будут строить планы. Кроме этого, по решению потолочного города главный вопрос по программной инновации что касается территории расселения, пределы одного района. Включение сделано для трех центральных, межнаградских и троих помоцов. Здесь планируется расселение в пределы полу гаджи. Если получается попадает в наши дома, то, соответственно, они должны допустим в позиционе домом полу. технически можно поехать от нас недалеко куда-нибудь поедем в поселок Киевский. Ну, киевский это неотколько. Я так неотколько. Подойдем в поселок Киевский. Это троих. Троих. Я, как ты, подойдешь. Наталья, не каждого пучу, с хромом можно поехать. Нет. Николай. Нет. Значит, опыт у нас троих московских административных труда. Мы находимся в территории московских. Кроме, надо понимать те старые обращающиеся, которые могут быть, и там ведется строительство. Строительство ведется в основном на территории поселения Многовская, Московская и Сочинская. Это те труда, где ведется активная датвозка, которая в любом случае будет рассматриваться как датвозка площадки, и как в первом этапе, в связи с тем, что необходимо строить программу стартового договора, то раскладывается в ходе приобретения квартир и удачи. Кроме того, еще соответственно нужно делать. То есть территорию соответственно куда-нибудь кто-то летелся в ночь. Здесь возникает интересный вопрос, квартира должна быть с отделкой в пол. Квартира запланирована по поставлению в пол. сделать полную отделку это, конечно, не сложно. Но предоставление квартир действительно полной отделкой способом для участия. Для того, чтобы учесть мнение жителей, по-моему, мнение, есть объединительная работа, депутатов, депутатов, то есть для того, чтобы выгодить на голосов делать. Допустим, фемьера, вот те работы, которые мы планируем провести в этом году по созданию факсового зона, вопросы, которые неоднократно заводились в форуме и на сайт поселения, и голосование проводили, и на встрече мы объясняли доказу. На встрече как раз учитывая все пожелания, мы должны идти в проект. То же самое касается программной налажки. Значит, для того, чтобы полуфу понимать в ней с 15 мая по 1 и 2 будет проводиться антизирование. Кто принимает участие в сфере? Прежде всего собственного в этом помещении. Те, у кого будет свидетельство, это может быть один собственник в квартире, если квартира охотная в доля, то это все собственные в доля. Дальше получаются те люди, у которых квартира находится в социальном направлении, соответственно, дозор социального наличия. Ну, а также все постоянно люди и домов. Это вращаем наше постоянное действие. Значит, принимают участие соответственно дети совершеннолетние и отеки взрослых. Дети, которые несовершеннолетние, по желанию родителей могут быть члены, соответственно, родители оформляют право в полосы зашли, если ребенок, то тогда родители и родители и родители. возникают вопросы, которые часто задают, часто о том, что как будут учитываться очередники. Программа инноваций как раз вот по хранению. У нас тоже те дома, которые в главной территории нашей семьи, мы хотели в основном нашей программе, среди них есть очередники. Для них это как раз получается хороший реальный шанс для того, чтобы можно было полностью решить проблемы с учениками. Потому что при расселении дома, который в программе очередники получают соответственно другое помещение соответственно социальной то есть будут реализованы те права, которые надо долго больше. То, что касается дополнительных жилых методов, предусматривается возможность, что теоретически я не могу сказать, что участок будет как она, но рассматривается возможность, что при желании, если при приседении жители хотят улучшить свое свое проживание, приобрести жилую творче большего размера, то это будет возможно. Будет разрабатывать программу, которая позволит доплачивать. Судно, конечно, не могу сказать, пока не рассматривается, и будет предусмотрен именно закон, чтобы можно было доплатить за дополнительные квартиры. касается присутствия, если все снято. Да. Кто знает, он, конечно, так тяжелее, может, год перейти переговор сразу. Если кто знает, квартиры в сто настоящий время не как муниципальные, то есть с внесением изменений на датчик квартиры мы сейчас передачи представления по набору отдаем департамент здраво-будничества, теперь в ответ, который попадает виноват при переходе к департаменту 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 здраво-будничества. Ну, а про нас вы будете что-то говорить про наш жилье, про наш новый город город наш. Поэтому много вопросов сейчас расскажем конечно с департаменту переделки я не могу сказать это запад но я думаю что он подальше покажите дальше вопрос остаётся ли право раскрытизации квартиры для того существен и то есть я понял если ты собственник получаешь по количеству помощников если ты особо знаешь то автоматически получаешь как очевидник это первый вопрос и второй вопрос и какие такси уделения на инфестрацию то выставили в фонд пасхи доклада и экспортирующих которые поменят пасхи то что касается первого вопроса раз теоретизация будет понятие но еще раз повторяю очень иначе будет предназначено равнозначное вполне что предоставление по социальной логике попадут только очень очень это отдельный вопрос это отдельный вопрос для того что постановка на очередь постановка это должно помочь работа полива программа можно сядь ограничений никаких квартир нет а будет ли как-то продаваться жилье надо понимать что муниципальный фонд он зачастую отличается по социальному уровню по купим квартиру даже если поменял может быть они как-то отдельно дом для них брат они будут равномерно размазываться по это возможно это строить и закупать скорее всего закупать на первом это строительство планов отдельный дом специально не строить ибо там дом нет как пойдет не 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 Жители в этой книге заводят активно провести собрание. Мы готовы объяснить, у нас будет работать с обвинением по программе «Навадовый», который поможет подсказать, как правильно они собрали, что все эти вопросы возникают. Вы готовы голосовать за то, что вас будет в следующем программе «Навадовый». И, пожалуйста, что именно через крещение и мнение жителей, эти доношки подать на то, что они будут в этом программе «Навадовый»? Ну, вроде бы, так это будет проходить, но за счет активный участок. Просите, пожалуйста, нельзя ли микрофон? Здесь ничего не слышно. Какие вопросы существуют? Ну, я думаю, что это вот наша первая встреча. Я еще раз повторяю, что в администрации будет работать с обвинением. Куда все задаются по вопросам «Навадовый» могут обратиться, в каких-то консультациях мы поможем, подскажем для решения наших вопросов. Значит, сейчас я предлагаю повестись к второму вопросу. После этого готов ответить на все ваши вопросы. Я приглашаю тогда на сцену наших гостей. Проходите, пожалуйста. Я думаю, что там спокойно вам будет. Действительно, это очень топочное. Не встречай тогда. Ну, а в целом, сейчас сказать по митрорайону. Митрорайону на сегодняшний день на территории митрорайона переделка на ближайшее медведение в эксплуатацию 46 домов. На территории поселения 146 домов функционирует два детских садов, школа, ну, по минимуму социальной защиты, да, так сказать, социальной обеспеченности. Детские сады уже переполнены, конечно, наверное, вот ощущаете. Школа на сегодняшний день рассчитана на 1600 месяц. Здесь обучается чуть больше 600 учеников. Но, думаю, что в этот год у нас будет определенный тоже прирост школьников. Хочу сказать, что в 16-м году на территории нашего поселения было 14 первых классов, и в школу пошло почти 400 учеников. На самом деле, цикл впечатляет. А кроме этого, два детских сада, они приняты в комиссию эксплуатацию на территориях микрорайона. И сейчас решается вопрос как раз уже в департаменте образования, и вы как видите. То, что касается полетрии, я вам сразу ответил, я вам все задаю. На самом деле вопрос такой есть. И есть активные жители микрорайона, которые этот вопрос постоянно поднимают. Что могу ответить со своей стороны? То есть, конечно, полномочий по градостроительной деятельности у поселения отсутствует. И мы можем влиять только на мере возможностей на это, на то, что так и существует сейчас. Проект полировки территории утверждался в 2007 году по арматино-московской области. Проект полировки предусмотрен строительство поликлиники, строительство больницы по станции сферы помощи. После того, когда наше поселение зашло в границу города Москвы, произошло много значительных изменений. То есть, во-первых, изменились требования. То есть, были нормативы областные, все нормативы городские, города Москвы. Были приняты определенные шаги. Такие, ну, я бы сказал так, радикальные среди них, то, что на территории собственного поселения строится медицинский класс. Вот, если вы так вот следите за новостями, я думаю, что вы не как-то так же на эту новость. Что представляется в доме медицинской классе? Первоначально преклонилась многофункциональная клиника на 700 поликлик. Это довольно круглый, это соизмеримо с больницей ЗИН, если вы знаете. Ну, вот, или клиниками институтскими. После того, как вы говорили, во время проработки проекта, проект был увеличен. До тысячи тоже. То есть, поэтому проект утвержден. И в настоящее время ведется активное строительство этого комплекса. В связи с тем, что этот комплекс запланирован для обслуживания всего территории Кровоста и Миномосковской административной по кругу, то есть, будет собрано все специальности в одном месте, будет иметь хороший транспорт недоступность, тем более для нас это получается, но на транспорте это, если без крого, то это действие будет, ну, с тропками 20 минут. Ну, по крайней мере, транспорт недоступность будет обеспечена. Может обязательно обеспечить пассажирский городской районной транспорте, то возникает вопрос о целесообразности развлечения больницы здесь. То есть, соответственно, больницы здесь не есть. Для того, чтобы принять решение о ликвидации больницы, должны были произойти изменения в проекте Кровоста. И вот именно сейчас этим как раз и занимаются. Вот, и вот как раз это то, что жители обращаются, которые, в принципе, понимают, просто я хотел бы, чтобы вы понимали присутствующие, что, в принципе, больницы здесь нет, нужно отъехать и не приходить, это просто нормальное то развитие процесса, которое происходит. Но те стандарты областной поликлиники, соответственно, они уже не устраивают. То есть, наше мнение, которое поддерживают и жители, которые обращаются, создать крупный диагностический центр поликлинический с отделением дневного стационара и революционного центра. Вот. А нет. Нет. Это уже у нас как раз на территории. Не просто поликлиника на 115 посещения с ним, как было ухождено в 2007 году, а поменять вот эти условия. Поликлиника будет однозначна. Агентство стоит? Ну, конечно. Агентство стоит? То, что касается ввода. Я почему бы так было и рассказывал. Вообще, по их плану, это было намечено. Тренинг с 20 по 20-й год. Ну, я еще раз обращаю ваше внимание, что эти решения принимаются в 2007 году. Для того, чтобы понять, разрешение на строительство микрорайона доказалось в 2008 году. Уже разрешение на строительство, но в связи с строительством строительство не обжилось. Строительство микрорайона обжилось в 2012 году. То есть, вот эти структы, они, как и звучат, можно сказать, у них несколько принятых плат, но как то, что вот этот металл план, он будет уйден очень давно и пока его никто не отменились. Если уже не как более подробно, то могу сказать, что вопрос, как бы несколько души, касается развития территории. То есть, потому что все вы знаете проблему с трудом, который будет снять, совершился. Ну, а выводы просто. То есть, труд, который находился на земельном участке, который принадлежал застройщику, и который застройщик подготовил проекты по благоустройству и оформлению всего, изъявил. Труд стал федеральной собственностью. Но теперь уже когда-то есть федеральная. Программы будут уже сами. То есть, это тоже приводит к, соответственно, к определенным проектам, к правильным чувствам активных действий. Вопрос достаточно простой. То есть, поликлиника, она индивидуальное строение. То есть, это не П-44, ты П-44, ты П-25, это поликлиника. То есть, должны быть какие-то тех условия, тех задачи. То есть, там, начиная от того, что кондиционируют отдельными сельсиями, центральных кондиционеров, никаких градусов должны быть дали о гелернике. Кто дает этот тех задание? На основании чего его планируют? Это понятно, что нет. И в какие строки вообще, ну, в чем проблема? То есть, сегодня начать, я понимаю, не сложно. Тех заданий, кто должен дать, и как его можно пошевелить. Вот, Михаил Атимович, на этот разгон, когда Супомин является одним из таких велицов, поликлиники, да. И на самом деле, как бы, он задает уже вопросы, такие уже больше практические. На самом деле, вопросы, это уже обсуждается, и с ним обсуждается, и в Совете депутатов обсуждается, и в Совете депутатов отправляют обращения. И вот, просто чтобы не быть гласованными, в принципе, как бы, наши пожелания, которые рассматривались, обсуждались, мы пытаемся реализовать. Через отрывщик. Не хочу, чтобы мы воспринимали как обязательство, но то, что пытаемся мы совместно сделать, это ускорит процесс проектирования. То, что сейчас Михаил говорит, чтобы учесть, когда все наши пожелания, и проектировали это, чтобы произошло в 2018 году. И самым оптимальный вариант решения этих событий, в 2019 году, чтобы начать строительство полиции. То есть, вот это, ну, это максимальная задача, это то, что вот максимальные шаги, которые мы можем делать для полиции. Давайте, последний вопрос, я не дадю своего гостя. Я никуда не выговорю, сейчас мы сейчас попрощаемся со второго вопроса, вы зададите посылку полиции, я с вами, вместе с вами отвечу на все вопросы. Есть какая-то информация по поводу трассы Солнцево-Буту-Лидной, пройдет, что она на Нечу-Нерсо? Попадает с какой-то информацией, если я могу, скажу? Значит, то, что касается трассы Солнцево-Буту-Лидной. В следующий день мы переживаем первый этап. Первый этап, это который пойдет под станцию в Нечу-Нерсо, в тот же раздорожный полотно, и, не доходя к платформу Нечу-Нерс, повернув через лес с выхода к Нечу-Нерсо. На эстакады напротив ветровена Солнцево-Парка. Значит, здесь учтены были пожелания жителей, я думаю, что все ветровены, да, то есть, получается, и жители переделки на ближнем депрассиве, и Химкак, МГУ, и завязывающие проблемы в Солнцево-Парке, потому что строительство этой эстакады, которое будет напротив, это будет центральная естка в этот ветровен. То есть, поэтому здесь максимально учитывались интересы переделки на ближнем Солнцево-Парке, Химкак, МГУ, и, соответственно, от тех населенных пунктов, которые расположены на обморске шоссе. В первом этапе не будет. В первом этапе не будет. То, что будет дальше, вы, наверное, видите по Киевскому шоссе, то есть, вы видите, что это дорога, которая с той стороны пришла. То есть, это и есть Солнцево-Парке. Ну, операция просто так уж не ступит, конечно, не будет. То, что на сегодняшний день по нашей территории второй этап, пока нет, пока мы увидим. Предложения по участку автомобильной дороги от платформы Митюрлиц до Боровского шоссе, то есть, они были. То есть, нам они давали предпроектные предложения, и эти предпроектные предложения мы, опять же, вынесли к вам, и вы видели на форуме, как бы, о том, что мы предложили, пожалуйста, обсудить. Потому что на этом участке дороги не было ни одного съезда и выезда. То есть, дорога полностью отрезала микрорайон под транспортного сообщения обеспечения с микрорайоном Новоперезерка. Поэтому мы, в том числе, и с инициативной группой это обсуждали, мы внесли предложение, ну, мы это администрация, советных депутатов, о том, чтобы предосмотреть несколько съездок, организацию пешеходных переходов, и сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Мухов. Так, вы даете предоставление слово тогда? Хорошо. Здравствуйте, я директор детского центра социального журнала, что обслуживает наш центр четыре района западного округа. Солнцево, Новопеределкин, Велухово и Поселево-Велуховское. Центр расположен в двух зданиях. В одном здании находится в Изваре. Это к вам, наверное, ближе будет. А второй филиал у нас находится в Солнцево, на улице Володинской, дом 3. Для того, чтобы вы понимали, чем занимается наш центр, я попрошу сейчас поставить небольшой ролик. КОНЕЦ! Солнцево-Волик! Солнце-Волик! Солнце-Волик! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Поэтому успевайте записываться, но хочу напомнить, что работаем в рамках 442-го федерального закона. Там, где идут экономические услуги, это либо вещевая помощь, либо продуктовая помощь, питание детское. Это в рамках закона. У нас есть призванные нуждающиеся, то есть относиться к категории малый мужчина. Если вы не относитесь к данной категории и на как-то более подробный релевант расскажет, тогда вы можете получить услуги в нашем центре за деньги. 315 рублей в час. Больше у нас стоимость не полагается, потому что мы в свою защиту. А у студии, оказывается, очень высокопрофессиональные люди, социальные, мастера своих дел, социальные мастера. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова ответить, что у меня здесь все заведующие отделения, которые смогут помочь. Вот я досмотрю на душу, которая целый день бегает, да? Вот только опять в группе расслабить, и он бы часто знал. Сидят люди, надо посидеть, послушать, может поиграть. Вот, пожалуйста, если есть вопросы, так поводите. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что вы нашли сегодня нашу встречу. Меня зовут Елена Дмитриевна Закабанова. Я являюсь заведующей филиалом Бруково, государственного бюджетного учреждения, Центр социального обслуживания на опеределке. Мы имеемся филиалом. Располагаемся на прадресу улицы 2-я Вейсовая, дом 25-Б. На сегодняшний день в нашем филиале функционируют 3 отделения социального обслуживания на дому. Общее количество граждан, которых мы обслуживаем, 509 человек. Из них 30% граждан, которые проживают на территории поселения Бруковска. То есть достаточно активно сейчас идет работа по выявлению граждан, нуждающихся в нашей помощи, именно в услугах социального работника. И вот сейчас, имея такую возможность, обращаюсь тоже к вам. Если есть люди, которые одинокие, может быть, одиноко проживающие, нуждающие в нашей помощи и поддержке, в помощи социального работника, пожалуйста, сообщайте нам об этом. Мы будем уже выходить на место и работать с человеком. Да, слушаю. Так как это записывается, я думаю, будет достаточно правильно назвать вашу координату. Обязательно я не говорю. Если сейчас готовы записать, я готова назвать сейчас на наш телефон. 8495-436-2716. И второй телефон, запишите, пожалуйста, 8495-436-7352. По отделению социального обслуживания, тут такая информация. Следующее отделение, которое у нас функционирует, это отделение срочного социального обслуживания. В это отделение обращаются граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию и самостоятельно не могут ее преодолеть. Вот сейчас коллега Вячеслава говорил про 442-й закон, мы тоже работаем в рамках этого закона. Мы государственное учреждение, которое работает в предиспортаменте социальной защиты населения города Москвы. И вот что касается отделения срочного социального обслуживания, граждане обязательно должны быть признанными нуждающимися. Учитывается что? Учитывается доход обратившихся граждан. На сегодняшний день по 2 прошедших минимума это 23 тысячи 73 рубля. Если к нам обращается гражданин и его доход, и все выплаты, которые носит регулярный характер, вот здесь считается сумма, и если идет превышение, то решение комиссии, скорее всего, будет отрицательным. Но не забываем о том, что каждую ситуацию, каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Поэтому есть ли какие-то вопросы именно по оказанию помощи в виде продовольственных сертификатов или лещевой помощи, то есть все решается на месте, индивидуально с каждой работой. Телефон я назвала, то есть в это отделение тоже, я пишу с телефоном, можете обращаться. Более подобная информация уже на месте при посещении нашего филиара. Центр социального обслуживания. Право обслуживания могут пользоваться женщины, достигшие 55, мужчины, достигшие 60 лет или инвалиды. Значит, следующее отделение, это отделение дневного пребывания. Оно занимает большую часть нашего помещения. Посещают у нас ежедневные пенсионеры в количестве 30 человек. Выбирается группа, которая в течение 21 дня пробочия посещает, проводит свой досуг. И буквально два года назад из поселения Внуковска к нам никто не приходил, потому что был завязан с транспортом, очень удобно выбираться и так далее. Сейчас мы нашли выход, и те люди, которые желают посещать наше отделение, уже посещают, прибавятся у нас. У нас есть транспорт. Мы привозим и отвозим. То есть отдаленность не является препятствием для посещения нашего филиала. И из вашего микрорайона приезжают люди, и из поселения, где там частный сектор, то есть 3-4 человека ежемесячно из поселениях территорий посещают наше отделение. Люди проходят свой досуг, работают различные клубы, кружки, обедают, полноценный, качественный обед для наших посетителей. Какие-то музыкальные кружки, творческие, мастерские работают. Поэтому добро пожаловать. И еще хотелось бы тоже вынесет вас информацию. Те граждане, которые имеют группу инвалидности, могут пользоваться бассейном. Мы ежегодно, уже на протяжении, наверное, 6 лет, заключаем договор с бассейном Внуково. И те граждане, которые имеют группу инвалидности, посещают его бесплатно в утренническе. Если есть желание и нет противопоказания от врача, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь, посещайте бассейн бесплатно. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Можно вопрос в управлении? Ну, давайте. Вопрос в том числе. Что касается тарифы. Тарифы, в том числе на содержание текущей льмы, утверждается региональная энергетическая компания. То есть решилизация текущая не каждого города. И в одном из дек странах вы JC Northeを posiblemente Which одories все эти структуры. suits для тогоочаря ли учит эмоции, Наскновение не 4 рубля, где 38, где какие-то ставки на ресурсы. То есть это единственное постановление. А можно тоже вопрос, просто немножко придумать. Я правильно понимаю, что у нас тарифы, они, ну, например, снижали ему. Это решение Совета депутатов Внуковых. А можно ли принять другое решение, соответственно? Если можно, то почему у нас... Я правильно, что у вас нет тарифов, у вас не должно быть 23 рубля. Ну, пусть там будет 30, там, условно. Почему у нас именно 38,5? То есть есть какое-то обоснование, но депутатов, которые, кстати, внуковые, они, точнее, принимали. А зачем раконос стоят? Значит, были проведены метанические расчеты, которые делались для увеличивающихся на сайте работа. И как это посмотреть, где они находятся? Можно ли снизить расчеты, раз, там, Москва живет по другому может быть, там можно где-то снизить? Значит, то, что касается тарифов, мы содержали текущий ремонт. Если вы так представляете, что дешевле-то ничего не становится, да? То есть, как бы, все тарифы и, соответственно, регламенты, и, соответственно, нормативы, они меняются. Они меняются в сторону увеличения. Если вы возьмете сейчас реальную затрату, которую выносит управляющая компания, с ихми расчетами, то цеха будет за 38 грамм. Почему-то вы считаете, что это меньше. Но важно у него строится, что там, допустим, подъезды не будут быть. И что площадь митя подъезда, она рассчитывалась на мотив Московской области, другая, то есть вот из этих полок, да? И содержание лифтового оборудования и другое. Может, приют, если что-то здесь хорошо? Если бы она была, то было бы понятнее, куда девять катится, куда они уходят, где они соответствуются. Потому что эта информация, которая, правда, уже компания размещает. Но домашняя, какой же портал-то будет? Вот, то есть вся она официально открыта. Вы же знаете, электроэнергия, почему у нас не московская, а вот другая электроэнергия? У нас в московском. Вы знаете, электроэнергия не готовы сам ответить, но... Вы вообще сами живете в старой Москве или в новой? В новой. В новой. Да, я здесь живу... Я живу с 88-го года. Вы знаете, электроэнергия больше, чем в Москве старой? А, Александр Ильич, есть чем платить? Это, понимаете, интересно вам, что есть в данный момент? Да. Да. Продолжение следует, занимаются уборкой снега, высыновлением, какими-то там ремонтами вопросами и так далее и тому подобное, за счет застройщика. Вроде как клинин, с промежутком через ухта, ну, если за весь банкет платят застройщику. А готов ли бюджет на данный момент нашего поселения, да, что когда-то застройщик уйдет и на вас попадет? А озеленение с цветочками, клубничными, такие огромные площадки с уборкой и так далее, они и тому подобное? То есть, ну, готов будет бюджет, и у нас резко, то есть, улучшится, например, улучшится состояние дворожника? Вот вопрос, который сейчас перекликается, содержащий в Китае. То, что задает сейчас Михаил, бюджет поселений не готов за это поселение. Потому что сумма у них огромная. И где затратся в город, здесь не обойдет. А вот для того, чтобы вот это вот все это как раз и совместить, то требуется, как раз и совместение права. В этом законе сейчас, подождите. Потом правильно задать вопрос. Вы поймите, да, сейчас застройщик садит. Да, вот ли, площадки, озеленение. Если так вот, я не желаю, и забраться к нам, то, по-моему, по микрорайону здесь выходят, я боюсь ошибиться, но там будет больше 50 миллионов в общем содержании в этом городе. Вот эти 50 миллионов, эти 50 миллионов, вот как раз от Китовки нужно взять. Для нашего бюджета? Это еще редко. Это в месяц в бюджетах. Ну да. Это без основных, да, вообще-то. Да, извиняюсь, еще раз. 4 с небольшим бюджетом в месяц. Мы сейчас говорим, ребят, что это настолько кастротно, что потом сейчас мы заводим. Педагоги 4 с небольшим миллионом в месяц платят за стоящие. Делают. При этом некоторые наши соседи в уходе, да, все плохо делаются, а реналом рыб. Ну, само садится. А это не входит в талификацию лица 70. Это, ну, на хорошем. А сейчас, на стоящем на двоих земле, за свой счет, силами надежного клиента. На сегодняшний день. Теперь давайте отойдем в этом Старом Москве. В Старом Москве земля принадлежит городу. Земля принадлежит городу. Дворовая территория и земля, вот, все, после портова, по портовой камере. И вот жители, правда, платят по портовой камере. Вот именно содержание внутри квартальных проектов, площадок, сочинок, и кондотируется через ГБУ-жилищник из бюджета города. Вот эта цена вот как раз, вот она разница. Двадцать четыре, пятьдесят. Вот и как нам ванить? Никогда ванить-то. Да я еще не учту, как зал у меня получил. Пока-пока. Собственность здесь земли. Зак, строящие там. Вы тоже это не понимаете. И бюджет города. Не выдели сюда, какая-то земля собственности. Каким образом нам идти в Востоке? Еще раз, тут нужно приедет. Два земли не убрать. Двадцать пятьдесят миллионов, две земли нет денег. Вообще, что садят? А нас четыре миллиона. Возьмите вообще, вот вам. Два раза, сколько шло выделили пятьсот миллионов на на яйца паспальные. В городе полнотое. Все, я из зелени, нет, 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 нет. Значит, я не хочу, чтобы у вас вы просто вот так процедуру, это чисто ориентировочно. Нормально. После администрации В Москве. Обязательно не имеется в виду. В Москве. Я благодарю всех, кто присутствовал. Спасибо, что вы оказались в режиме. Хорошо.